К другим темам обменяться опытом и договориться о совместной работе. В Ярославль приехала делегация Государственного Совета Республики Татарстан. Особый интерес у гостей вызвали вопросы экологии, природопользования, агропромышленной и продовольственной политики. На встречи побывала и наша съемочная группа. На встречи законодателей основное внимание к аграрному сектору. С 2010 года в Татарстане началась череда засухи. Чтобы хоть как-то сохранить урожай, используют различные технические средства. Мы делаем сиелки, мы делаем сейчас опрыскиватели, мы делаем ряд сельхозмашин. И вас вы тоже хотели увидеть, Михаил Васильевич, что вы делали трактора. Вы двигатели делаете, колеса делаете, резина у вас есть. Мы едем, значит, думаем. Вот наши, уважаемые ярклавцы, сделали ли трактора? Неплохие тракторы, отмечает Михаил Боровицкий, собирают в Санкт-Петербурге. Там активно используют разработки Тутаевского моторного завода. Ну вот последний трактор сделали достаточно удачно, неплохой. И берут двигатель Тутаевский туда. Потому что по цене, по цене, качество вообще неспоставимые вещи. Гости отметили, что в Ярославской области неплохо налажено взаимодействие власти с агропромышленными предприятиями. Поддерживается садоводство, на селе становится все больше молодых специалистов. В рамках визита депутаты из Татарстана намерены посетить и сами сельхозпредприятия. С точки зрения программы посещений, то мы завтра совместно посетим наше передовое предприятие. На его площадке также обсудим уже практические вопросы, где сегодня и как работает сельхозтоваропроизводитель. Ярославцам тоже есть чему поучиться у коллег. Татарстан за счет усилий местных властей, а также законодательной базы, сейчас является одним из самых привлекательных регионов для привлечения инвестиций в сельское хозяйство. Глеб Гунин и Алексей Соловьев. Вести Ярославль. Глеб Гукас